друзья приветствую вас в сегодняшней серии мы с вами поговорим о том что такое сифератическая магия или сифератическая традиция и причем здесь 2 для начала я бы хотел сказать следующее в интернете очень мало информации о сифератической традиции есть очень много информации о рунах о других направлениях но нету практически никакой информации о сифератике как мне кажется основная причина в том что данная традиция очень сакральная она долгое время была тайной и об этом мало кто знал об этой традиции мало кто знал но а если говорить о том откуда она взялась здесь возникает очень интересная история прежде всего надо понимать что сифератическая традиция это одна из самых древних традиций мы можем говорить о том что еще египтяне пользовались теми инструментами которые мы раскрыли или переоткрыли заново сифератической магии по легендам сифератическая магия родилась еще во времена атлантов они были другой цивилизации живший до нас и умели управлять энергиями этого мира ну и соответственно в дальнейшем перерождаясь и переходя из одного из одной цивилизации из одного поколения в другое они решили передать свои знания потомкам ну и на самом деле самим себе потому что они раскрыли с точки зрения легенд тайны бессмертия и заложили в том числе сифератическую традицию описав то каким образом мы можем стать бессмертными и сможем перемещаться из жизни в жизнь помню о том что мы умели что мы знали и обладая уникальными силами которые дальнейшем они поместили в сифератическую традицию что же создали атланты атланты создали модель или систему благодаря которой мы можем понять как устроен этот мир как он функционирует работает и как устроен каждый человек каким образом те или иные энергии влияют на нас влияют на окружающее пространство и как мы можем научиться ими управлять и все это скрыто сифератической традиции все это скрыто в сифератической магии то теперь вопрос а причем же здесь таро ответ достаточно прост в древние времена для того чтобы передать как-то знания в дальнейшем необходимо было использовать эту систему которая была бы понятна всем остальным ну и такой системой была признана система рисунков система символов которые были зашифрованы в картинках и тогда же по легенде опять же древние египтяне создали таро которая разделилась на несколько направлений появились игральные карты появилась таро как гадательная система ну и все это в себе содержало самое главное она содержала скрытые символы скрытые смыслы которые позволяли нам познав их построиться на энергии этого мира и научиться управлять этими энергиями также как делали атланты еще один важный момент который следует понимать сифератической магии карты таро рассматриваются не как гадательный инструмент а прежде всего как инструмент настройки на определенные энергии или по-другому карты таро являются настройки таблицами то есть с помощью карт таро мы можем с вами войти в ту энергию которой мы захотим научиться управлять и через которую мы сможем влиять на события в нашей жизни на других людей через которую мы сможем влиять на весь мир ну и собственно говоря стать теми кто способен этот мир с помощью энергии магии менять теперь давайте разберем из чего же состоит сифератическая магия сифератическая магия состоит из трех столпов и первый столб это большие арканы таро их 22 штуки по факту большие арканы таро являются двадцатью двумя энергиями из которых состоит весь наш мир то есть мы можем увидеть во всем что нас окружает ту или иную энергию этого аркана ну и соответственно в этих картах как на строчных таблицах зашифрованы через символы состояние которое позволяет нам включиться в эти энергии научиться ими управлять и соответственно вливая или используя ту или иную энергию изменять окружающими так что же такое большие арканы таро или что такое 22 основополагающие энергии нашего мира смотрите все очень просто у нас есть энергия денег и вот эта энергия денег формируются и проявляется в материальном мире с помощью энергии 15 аркана скорее всего поэтому многие ее так любят и мои ученики которые взаимодействуют со мной на курсе сифератическая магия очень часто просят дать более глубокие знания именно по этой энергии или же другая энергия энергия 17 аркана энергия аркана звезды она позволяет управлять нам жизненным потоком жизненной силой соответственно учившись использовать данную энергию вы можете управлять жизненным потоком своим другого человека и направлять ее туда куда захотите второй столб сифератической традиции это малые арканы таро малые арканы таро можно представить себе как кирпичики которые выстраивают фундамент того или иного большого аркана и следовательно помогают ему усиливаться развиваться и действовать на физический мир кроме того малые арканы также позволяют нам описать не только энергетическое взаимодействие человека с реальностью но еще его психологический портрет то что внутри человека находится и что очень важно какой путь мы сейчас проходим то есть через малые арканы таро мы можем понять на каком жизненном этапе сейчас находимся какие энергии нам следует применять для того чтобы его решить и куда нам двигаться дальше ну наконец третий столб это сифиры сифиры это мир и это пространство в которых формируется энергия больших арканов и в дальнейшем заливается в пространство нашей реальности ну и в совокупности малые арканы большие арканы сифиры образуют основополагающую вещь сифератической традиции это древо сифирот или по-другому древо жизни это та система эта модель которая позволяет нам увидеть куда нам идти как нам действовать если вы разбираетесь и понимаете из чего состоит древо сифирот если вы умеете пользоваться им то вы можете решить любую свою проблему любую свою задачу и когда у вас возникает какая-то сложность вы можете обратиться к этой системе к этой модели найти решение внутри нее ну и собственно говоря разобраться с тем что в вашей жизни возникло более подробную информацию о том как взаимодействовать с древом сифирот как влиять на свою жизнь как разобраться и понять что происходит у меня и какие энергии применить как научиться вот эту модель модели древо сифирот прикладывать к себе и к своей жизни я рассказываю на своем бесплатном вебинаре сифиротическая магия как способ взаимодействия с миром если вы хотите улучшить свою жизнь приходите познавайте развивайтесь но на этом все до новых встреч с вами был роман сафронов